Спасибо. Второй вопрос. Обсуждался ли на недавней встрече Владимира Путина с Раджепом Тайпом Эрдоганом вопрос армяно-азербайджанского урегулирования? Как МИД России оценивает позицию Турции в этом вопросе? В каком? В каком? Ну, позицию Турции относительно армяно-азербайджанского урегулирования, конфликта. Прям глобально, одним словом, ну, дорогие мои коллеги, ну, давайте, вот, может быть, вы как-то конкретизируете вопрос. Она же разная, эта позиция, она зависит от обстоятельств, есть конкретные шаги, которые предпринимаются. Когда речь идет о призывах к миру, мы это поддерживаем. Когда есть те вопросы, которые идут в разрез с нашей позицией, или идут, как мы считаем, во вред реализации договоренностей, достигнутых сторонами при последствии России, мы об этом говорим откровенно с нашими турецкими коллегами. Я прошу просто конкретизировать, по какому конкретному пункту, по какой конкретной истории у вас вопрос к нашей реакции. На что я должна конкретно отреагировать? Вот, как бы, так вот в целом сложно понять, что конкретно вы имеете в виду. Конкретно вы имеете в виду? Ну, в данном случае все же, наверное, идет о встрече с Раджепом Таипом Эрдоганом. То есть, может быть, во время встречи с президентом Путиным они обсуждали какие-то более детальные моменты и озвучивалась позиция Турции? Други отражены в комментариях, опубликованных на сайте президента. Там и на этот счет есть информация. Пускай ли у вас еще два вопроса? Пускай ли у вас еще два вопроса? Последний остался. Расскажите о ваших впечатлениях о саммите G20. Особенно, как была воспринята декларация и что говорили в кулуарах о конфликте на Украине? Масштабный вопрос. Учитывая, что там было 20 делегаций и два дня работы, я все сейчас не перескажу, что говорили в кулуарах. Все-таки давайте как-то более предметно будем в дальнейшем выстраивать наши вопросы и ответы, потому что принципиальные оценки были даны. Успешное председательство Индии, конструктивная, эффективная организация работы всех стран благодаря индийскому председательству, причем длилось оно, как вы понимаете, год, а не только те дни, когда весь мир наблюдал за встречами глав государств 20-ки. Работа государств, входящих в БРИКС или так называемых представляющих глобальное большинство, была слаженной. Подробнейшие оценки изложены были в пресс-конференции министра иностранного дела России Сергея Викторовича Лаврова. Действительно, главным, сложно здесь сказать, вы видели, наверное, есть эту декларацию, там 80 пунктов, вот такой масштабнейший толстенный документ. И сложно сказать, что главнее вопроса экологии, политической стабильности, безопасности, экономического развития, преодоления существующих проблем, что из этого главное, сложно сказать. На мой взгляд, главным было то, что была поставлена, я надеюсь, окончательная точка в попытках навязывать свою волю мировым меньшинством. И что это было действительно проявление той самой демократичности в международных отношениях, о которых мы столько говорили. Есть мировое большинство, и это не только количественное большинство, как, например, большинство в НАТО, которые не имеют права голоса, и просто... ...различных представителей, объединенных в обязательном порядке одной идеологии. А это как раз то большинство, которое выступает с суверенных, независимых позиций, но находя точки соприкосновения, едино в проведении конструктивной, эффективной работы, нацеленной на достижение результата. Вот это та самая демократичность, о которой мы говорили, она была проявлена. И хочется надеяться, что точка также поставлена в попытках навязывания своей воли, как они это делали раньше. Потому что вот эта идеология не подкреплена ничем конкретным, ни экономическими показателями, ни их миротворческими усилиями, ни их опытом, который бы показывал эффективность работы их системы. Вот, собственно говоря, я бы это выделила в качестве основного, но точно не сказала бы, что остальное все второстепенное. Второстепенное. Спасибо.